Технологическая продвинутость Технологии, которые есть в Microsoft будут сразу же всем предоставляться Ну и приятно, что меня пригласили с первой такой гостевой лекции Поэтому с удовольствием вам расскажу несколько, некоторую интересную информацию Надеюсь, что вам будет полезно 17 лет назад я пришел по объявлению на позицию торгового представителя В тогда первую сотовую компанию в Москве Вот в Петербурге была тогда Delta Telecom Помнят такую компанию все, да? Сейчас это Skylin А вот в Москве была Московская сотовая связь Они одинаково в то время запускались Ну и вот я был студентом третьего курса Тут есть кто-то студент из третьего курса? Есть? Нет? Их не пригласили? Или у вас дедовщина тут, тут только старшие курсы? Наоборот, а, наоборот, это первый всех вытеснил Я понял теперь, да, понял Вот как у вас тут Теперь я понимаю Теперь понимаю Так вот, пришел Я тогда учился на третьем курсе и написал объявление В газету, одну из газет И вот мне позвонили Тогда пригласили вот на первую позицию С тех пор я очень активно развивался по области менеджмента Стал менеджером низового звена После этого менеджером, высшим менеджером и так далее И за это время, ну там, делал для себя определенные выводы И вот тот материал, лекция, или я называю это чаще даже мастер-классом Который я сделал Это как раз 10 шагов от торгового представителя до президента компании Слушайте, вот тут помощник мой не написал президента компании А то, видите, звучит вообще как-то амбициозно То президент Да, но не думайте, что это мой следующий шаг Я туда не стремлюсь пока еще Если вы меня поддержите, может быть, через 20 лет Но пока мне очень нравится руководить коммерческой компанией Ну и, может быть, даже больше для вас будет полезное название такое Принципы, которые помогут добиться успеха в крупной корпорации Своя жизнь в крупной корпорации Много интересного, нового И надеюсь, что вам будет это интересно Там будут вопросы Я их буду задавать, поэтому просьба активно участвует Кто будет самый активный, получает быстрее всех нашу новую Windows 7 Это новая операционная система, которая работает лучше Висты, лучше предыдущих XP и так далее Так что ждите, она скоро появится Итак, 10 шагов или 10 принципов Принцип номер первый Правильная ориентация Вы о чем подумали? Подождите, я не понял Но вот у меня в моих принципах Самый главный, первый принцип был всегда правильная ориентация Ориентация на результат Именно результаты определяют любого менеджмента Любого менеджера И это самое главное Иногда в крупных корпорациях начинается путаница Что такое результат, как его добиться Поэтому некоторые вещи, которые мне помогали и которые я рекомендую использовать Во-первых, напряженные цели Все время я считаю, что тот менеджер, который ставит напряженные цели, их выполняет Это хорошо Тот, кто ставит слабый, обречен на неудачи Я всегда говорю, что лучше поставить самую напряженную цель и выполнить ее на 98% Но сделать все, чтобы ее достичь Чем поставить себе легкую цель и перевыполнить ее на 200% Активная позиция Всегда помогает в продвижении в корпорации Тот, кто сидит тихо, ничего не делает, может он и самый умный Но его никто не видит, его трудно продвинуть Поэтому рекомендую быть активным Поиск, решение, не обвинение, аргументация, невозможность Вот мы менеджеры часто видим Когда наши подчиненные говорят Это невозможно Здесь такие проблемы Начинают переводить стрелки друг на друга Вот Аня качает головой Она это встречала Это наш руководитель по северо-западному региону Рекламирую Она тоже может как-то что-то рассказать интересного Прошла все этапы И вот таких очень много в нашем бизнесе Так вот, если вы предлагаете решение Показывайте Да, есть проблема, но я предлагаю так-то решить Не показывайте, переводите стрелки на других А предлагайте решение Это всегда помогает Использование всех своих полномочий Очень частая проблема, что все говорят Нет, это не в моих полномочиях Я это не могу Это мне нужно согласовать с моим начальником С его начальником и так далее И это всегда очень сильно вредит И осложняет жизнь менеджеру Если менеджер использует свои полномочия Которые все А нужно их еще знать и использовать То это всегда помогает Я за свою карьеру всегда использовал все по максимуму Был очень-очень настойчив Я всегда говорил Так, это мои полномочия Я решаю этот вопрос Если мне чего-то не хватало Я шел к моему директору и его убеждал Что он должен подписать это Потому что это важно и так далее Но, по крайней мере, занимал здесь активную позицию И использовал все возможности, которые у меня были Ну и, наконец, еще один важный момент Это энергетика Просто то, что люди энергично работают И нацелен на результат Это всегда очень помогает Вопрос Какая настольная книга Поможет менеджеру в ориентации на результат Вопрос Пожалуйста Татьяна Альбертовна записывает Кто читал менеджмент вообще Какие настольные книги вы знаете Что-что? Панки бизнес О, хорошая книга Семь минут менеджмент Так, слушай, библия Так, это следующая моя лекция Так Понял К этому еще не готов Да, очень, слушайте, очень хорошо Это была проверка вообще Как много вы читаете Ну, вы ее прошли На самом деле я Здесь называю настольный менеджмент Настольная книга в кавычках Я здесь имею в виду документ И для себя я пришел к выводу Что есть один документ Который очень полезно держать у себя на рабочем столе На любого менеджера Я создал такой документ Предельно простой Он состоит из всего трех пунктов Первый пункт Твои цели У тебя всегда на столе лежит Один листочек бумаги На котором написаны твои цели Они должны быть количественные Понятные Четкие Их всего должно быть немного Должно быть три цели Пять целей Дальше У тебя есть следующий пункт Ключевые твои проекты На ближайшее полугодие Ну вот для себя я определил Что самое лучшее Это полугодичные цели И вот ключевые активности На ближайшие полгода Для того, чтобы тебе выполнить эти цели Семь проектов То есть вот мои ключевые действия Ключевые инициативы Для того, чтобы достичь этих целей И наконец третий пункт Твои люди Самое главное И чем выше менеджер поднимается По карьерной лестнице Важно уже не столько, сколько он работает Вот все, например Есть такие менеджеры, которые очень много работают Перенапрягаются Ничего не успевают Это плохие менеджеры Хорошие менеджеры Они работают эффективно Потому что у них есть сильная команда И вот твои люди Это тоже очень хорошее постоянное напоминание Когда этот документ у тебя лежит на столе И ты в конце рабочего дня Раз в неделю Всегда обращаешь на него внимание Это очень помогает Почему? Потому что, как правило, в любой компании Очень много всего Огромное количество имейлов Огромное количество вопросов Аня, сколько ты получаешь имейлов в течение дня? 200 имейлов получает Аня Вы можете представить? Только чтобы на них ответить У нее весь день уже закончился А потом каждый день она так отвечает Отвечает и забывает о том Какие у нее цели И кто у нее главные люди Аня, конечно, не забывает Но я так перефразирую Поэтому Вот эта настольная книга Очень, мне кажется, может помочь Поэтому рекомендую Вы можете сделать то же самое Вы пока еще не все, естественно, менеджеры Но даже в вашей цели Какую цель я себе поставил По тем знаниям, которые я хотел получить Какие главные действия я должен сделать Кто ключевые преподаватели С кем надо быть в хороших отношениях Чтобы закончить хорошо высшую школу менеджмента А потом получить хорошую работу Мне кажется, это очень полезно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!